МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"17 ноября 2019 года в стране пройдут выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва об организации избирательного процесса и депутатском труде. Поговорим сегодня в ближайшие 40 минут. Это главная тема. Мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, гости программы. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, наши земляки, Николай Васильков. Николай Андреевич, добрый день. Рад видеть. Как полагаетесь. Ирина Кролевич. Ирина Николаевна, располагайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Евгений Адаменко. Здравствуйте, Евгений Буниславович. Спасибо, что приехали. АПЛОДИСМЕНТЫ И Леонид Писанек. АПЛОДИСМЕНТЫ Леонид Писанекович, здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это не главное? Я хочу сказать, что да, волнение надо спрятать. И надо готовиться к тому, что это очень ответственный, очень важный период. В этот период как раз начинается избирательная кампания. И самое главное то, что насколько услышит будущий депутат вопросы, которые звучат от избирателя, насколько он будет понимать проблемы, с тем багажом он придет в парламент, и от этого зависят его результаты, его законодательной деятельности. И надо сказать, что всегда надо помнить слова главы государства, который сказал, что именно практический опыт и тесная связь с избирателями это тот фундамент, на котором базируется именно законотворчество. И поэтому я будущим депутатам, конечно, хочу сказать, что нужно готовиться к очень серьезному и очень ответственному кругу. Евгений Буниславович, ваш трудовой путь от инженера электрика до председателя райисполкомов, что подтолкнуло участвовать в прошлой выборной гонке? Прежде всего это опыт. И когда у человека слова не расходятся с делом, это самое главное. То, что пообещал людям, надо исполнять. И я этому всегда привержен. И свой жизненный опыт, начиная от электромонтера работы, инженера электрика, директора совхоза, председателя райисполкома, это все-таки опыт есть. И те законодательные акты, которые мы принимаем, знают практически внутри жизненных истоков. Несмотря на серьезный опыт руководителя за плечами, как поменялось ваше личное отношение к работе депутата после избрания? Леонид Федорович. В качестве депутата мне уже в жизни довелось побыться. Конечно же, это был уровень городского совета депутатов, районного совета депутатов. То есть мне пришлось поработать. И я, в принципе, понимал, какая работа ожидает. Ну, наверное, ожидал, мои ожидания какие-то были, конечно же, более глобальными. И в жизни, собственно, так и получилось. Когда я стал депутатом Палаты представителей, то все-таки я почувствовал разницу. Разница есть, она существенная. И эта разница прежде всего в том, что ты несешь и берешь на себя ответственность за те законопроекты, которые принимает Палата представителей. Потому что по этим законопроектам жить в стране, жить людям, жить нашим избирателям. Николай Андреевич. Если ты человек ответственный, это действительно работа достаточно сложная. И она сопровождена с тем, что ты действительно принимаешь законопроекты, которые отражаются на дальнейшей жизнедеятельности нашего населения, на деятельности государства в целом. Ну и, соответственно, конечно, ты сам несешь эту личную ответственность. Это во-первых. А во-вторых, ты работаешь с избирателями. И ты должен чувствовать избирателей и выполнять те наказы, которые поступают в ходе этих встреч. Поэтому это действительно очень сложный процесс и ответственный процесс. Будучи в кресле начальника управления здравоохранения, вы себе в те годы именно так представляли депутатский труд? Или все-таки поменялось отношение и мнение о непосредственной работе народного избранника? Я хочу сказать, что работа начальника управления здравоохранения, она, конечно, сродни работе сегодняшнего и моего статуса. Поскольку те проблемные вопросы, с которыми я сталкиваюсь в округе, они имеют место быть и при работе с избирателями. Это и вопросы, касающиеся здравоохранения, и жизнедеятельности наших граждан, особенно учитывая мой округ и его, так сказать, социальный статус. Большинство из них пенсионеров, эти проблемы, они для меня не навы. И я с ними знаком. Поэтому я особых трудностей в данной работе я не вижу. Но действительно, основная трудность, вернее, не трудность, а ответственность, это при принятии законотворческой деятельности. Закон разрешает баллотироваться белорусам в депутаты, начиная с 2021 года. Ирина Николаевна, вот интересно ваше мнение из опыта работы. И как считаете, хватит ли молодежи знаний и умений для такого важного труда? Ну, следует, наверное, в первую очередь сказать о том, что сегодня мы начинаем готовить к политической деятельности нашу молодежь со школьной скамьи. Ведь мы сегодня все знаем, что и в регионах созданы молодежные парламенты. При национальном собрании Республики Беларусь действует палата, молодежная палата. При парламентском собрании Союза Беларуси и России тоже работает молодежная палата. То есть уже школьники и студенты начинают себя проявлять и начинают учиться политической деятельности, начинают учиться отстаивать свои интересы. Но я совершенно с вами согласна в том, что опыта для этого, конечно, мало. Смотря как расценивать молодого человека. Если молодой человек уже чуть постарше, который успел себя проявить, успел показать, состояться в жизни, конечно, он достоин того, чтобы быть депутатом. Вы знаете, я здесь придерживаюсь мнения, которое высказала Лидия Михайловна Ермошина, о том, что в парламент должны идти люди, которые сделали карьеру. И сегодня у нас в Палате представителей из 17 депутатов, которые представляют Гомельщину, есть молодые депутаты. Это Жданович, Павел Леонидович, это Гурский, Дмитрий Михайлович, которые работают очень активно, очень результативно. Но прежде чем попасть в Палату представителей, они проявили себя как состоявшиеся руководители, достигшие серьезных результатов. И поэтому считаю, что именно так и должно быть. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые гости, я думаю, согласитесь, у нас ведь разговор открытый и откровенный, потому сейчас хотел бы спросить о мифах, связанных с баснословными заработными платами и дивидендами, которые получают депутаты парламента. Насколько это соответствует действительности, Леонид Ильич? Ну, думаю, что это действительно миф, потому что сегодня депутаты – это обычные люди, живущие по законам своей страны. Если говорить об уровнях заработной платы, то, ну, наверное, говорить о том, что они непомерные и так далее, ну, говорят, либо люди далеки от знания истинной ситуации, либо это говорится с какой-то определенной целью, чтобы, ну, скажем так, показать образ депутата в каком-то негативном свете. Наверное, это тоже в жизни есть. Вместе с тем депутат – это представитель государства, законодательной власти. У него есть определенный статус, который должен поддерживаться определенным государством. И этот статус поддерживается, но ни в коей мере никак ни уровень заработной платы, ни остальные какие-то вопросы материального обеспечения, они не могут резать сегодня слух наших избирателей. Это статус помощник, который помогает открыть практически любую дверь в стране. Конечно же. Мало того, мы сегодня живем, как рядовые граждане, допустим, мы избирались в своих округах и работаем сегодня в Минске. Да, нам выделено жилье, но это арендное жилье, мы за него платим деньги. Мы сегодня платим за коммунальные услуги. Мы ездим в наши регионы, не только в командировки, мы ездим к нашим родным, близким. Мы там живем, здесь наши корни, здесь наша родина. Мы ездим маршрутками, мы ездим электричками, дизелями, как обычные люди. Нету этих бонусов таких и нету, а все остальное, в принципе, но люди видят. Эти мифы, я как понимаю, связаны еще и с фильмами, в которых образ депутата равняется обеспеченному, гиперобеспеченному человеку. Но у депутатов нету неперсональных автомобилей, с мигалками тем более. И Ленин Федорович правильно все ответил. И в округе мы ездим на своих машинах, на маршрутках, добираемся на работу, допустим, или пешком. Я в основном хожу пешком на работу. Но тот же общественный транспорт, многие руководители делились, помогает чувствовать волну настроения населения, в том числе оттуда узнавать о проблемах и каких-то веяниях. В общественном транспорте много узнаешь. Обязательно стоит сказать и о нагрузке, которая ложится на народного избранника. Что из основного стоит выделить в этом направлении, Николай Андреевич? Я бы выделил две основные функции. И одна из них наиболее важная, это, конечно, как мы ранее уже рассоваривали на эту тему, это законотворческая деятельность. Это самая главная функция депутата, палаты, представителей национального собрания. Тем более, что мы в данной должности работаем на постоянной основе. Ну и крайне немаловажная функция, это работа с избирателями. То взаимопонимание, которое мы находим с своими избирателями, это, конечно, процесс решения тех или иных проблемных вопросов, которые имеются у каждого депутата в избирательном округе. Это два основных направления работы депутата. Депутаты наделены депутатской законодательной инициативой. И вот мы с Николаем Андреевичем можем гордиться тем, что мы, наверное, стоим в одной из немногих комиссий, в которой три законопроекта, которые уже сегодня действуют в стране, инициированы именно нами, членами этой комиссии. Это и лесной кодекс, это и закон об особо охраняемых природных территориях, и закон о растительном мире. То есть на сегодняшний день мы можем говорить о том, что мы воспользовались, именно использовали в полной мере свое право депутатской законодательной инициативой. АПЛОДИСМЕНТЫ И в продолжение темы еще одно экспертное мнение. Ждем в студии на Пушкина 8 заместителя начальника главного управления юстиции Гомельского обл. сполкома, члена Центра избиркома Белоруссии Андрея Гуржия. Добрый день, Андрей Анатольевич, располагайтесь. В составе Центра избиркома вы с 2016 года. В чем заключается работа представителя региона? Вы знаете, каждый член Центра избиркома представляет либо ту или иную область, либо город Минск. И на профессиональной основе работает только председатель Центра избиркома Лидия Михайловна Ермошина и секретарь Елена Николаевна Адмухайва. Все остальные работают на общественных началах. Мы постоянно живем, постоянно работаем в своих регионах. Мы поэтому имеем возможность, если видим какую-то проблему в избирательном процессе, который возникает в ходе выборов, либо видим вопросы применения законодательства. Мы можем внести предложение, как эту проблему тем или иным образом решить. Во-первых. Во-вторых, здесь и обратная сторона. Соответственно, мы и представители Центра избиркома в своих регионах. Поэтому мы здесь проводим информационную разъяснительную работу. В частности, то, что я здесь в студии, это уже тому подтверждение. Поэтому мы обеспечиваем связь между Центризбиркомом и областью, либо городом Минска. В 2019-м белорусов ждут две избирательные кампании в национальное собрание. Однако, стоит подчеркнуть, что участие большинства понадобится только в одной. Все верно? Да, все верно. Выборы в привычном нам плане. Когда избиратель берет бюллетень, ставит тот или иной знак, опускает его в избирательный ящик, они будут касаться только выборов депутатов Палаты представителей. Депутаты, члены Совета Республики, Национального Собрания Республики Беларусь, они выбираются по принципу косвенного избирательного права. То есть, состоятся сессии депутатов, местных советов депутатов базового уровня. Все вместе соберутся и определят, кто же будет членом Совета Республики. При этом надо обратить внимание на то, что все депутаты непосредственно избраны гражданами, соответствующие административно-территориальной единицей. То есть, люди выбирают, выбрали депутатов, соответственно, депутаты выбирают членов Совета Республики. Надо отметить, что это не только наши, это не белорусское изобретение, не наше изобретение. В принципе, это широко распространенная практика. И когда Верхняя Палата Парламента избирается либо Нижней Палатой Парламента, либо местными советами депутатов, достаточно назвать Индию, Францию. И когда даже президент страны избирается не напрямую гражданами, а либо через парламент, либо через коллегию выборщиков, ну, наверное, самый простой пример – это выборы президента Соединенных Штатов Америки. Подводя черту в этом блоке разговора, есть ли новшество, которое планируется внедрить в 2019-м? Если брать нормативное регулирование, то последние изменения в избирательный кодекс были приняты в 2015-м году, то есть сегодняшняя кампания по выборам депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, она будет проходить по тем же правилам, что и предыдущая. Но вместе с тем время не стоит на месте, жизнь постоянно меняется и появляются какие-то новшества, в первую очередь в области информационных технологий. Во-первых, уже сейчас на сайте Национального кадастрового агентства размещена карта, на которой показаны избирательные округа, а также место будущего расположения окружных избирательных комиссий. Во-первых. Во-вторых, планируется к выборам уже запустить мобильное приложение, которое позволит гражданину, введя свой адрес, увидеть, где находится его избирательный участок. Расширяются возможности интернет-банкинга, в частности, при формировании избирательных фондов кандидатов в депутаты Палаты представителей. Это то, что касается части информационных технологий, ну и, естественно, обеспечиваются дополнительные возможности для людей с ограниченными возможностями. Например, уже в этом, в этих выборах, на каждом избирательном участке должны будут созданы либо специальные кабины, либо специальные столы для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. И все члены избирательной комиссии, волонтеры, они сейчас будут проходить тренинги, как лучше помогать людям с ограниченными возможностями. Евгений Буниславович, знаю, что не так давно вы имели возможность наблюдать за организацией выборов в Казахстане. Есть ли что-то, что, на ваш взгляд, стоило бы перенести в Беларусь в организацию выборной кампании? Я был наблюдателем Казахстана в Алматы, и вот то, что новое, новшество, что понравилось у них там, это создание условия для людей с ограниченными возможностями. В этих выборах у нас это все сделано и будет сделано. И кабинки специальные, может быть, и шторка, и стол поставить. Но если в остальных вопросах говорить, то другим странам еще в Беларуси поучиться надо таким организационным вопросам, как проведение выборов. И в самом деле всегда это праздник. И для людей, ну праздник, и чувствуется день выборов, это праздник для всего народа. В парламенте, знаю, вы возглавляете комиссию по оградным вопросам. Вот интересно, ваше видение ситуации, какой видите вы и ваши коллеги деревни будущего? Это ведь целая концепция? Да, деревня будущего это производство, но и развитие социальной сферы дальнейшее. Производство это диктатура технологий, как растеневодство, так животноводство. И не только сельхозпроизводство, это и рельмейстничество, это другие виды индивидуальной деятельности, развитие по всем направлениям и оказание каких-то услуг населению. В производстве самое главное это получение достойных результатов, и для этого надо тяжело и нелегко работать. Благодарный труд сельчанина, но вместе с тем он не леген. И чтобы работать и получать, надо и отдыхать. Самое главное, что когда работа приносит удовлетворение, была достойна заработная плата. Ну и самое главное, дальнейшее развитие социальной сферы. Прототип деревни будущего это сегодняшние агрогородки. Хороший пример в тему. Уверен, знакомы вам достаточно неплохо по работе в Мозере. Да, что говорить, и зрители знают, о чем я. Даре Адзаре это уже не просто бренд, это собственная товаропроводящая сеть, это отличного качества продукция, это производство, работать на которое приезжают сегодня в Мозорский район из других территорий, из других районов. Вроде все понятно, секрет успеха налицо. Почему же по этой дорожке другие коллеги из ИПК не спешат идти? Или не все так просто? Я еще раз повторяю, производство сеть продукции, главное, это технология, диктатура технологии. И то, что становление ЗАРы не сегодня же было, это было десятилетия назад. Востоков стоял Владимир Андреевич Дворник, бывший губернатор, сегодня вице-премьер. И он много сделал. И самое главное, технологии, и создал команду единомышленников, которые смогли в тех условиях выйти на такие результаты. Я скажу сегодня, результаты с каждым годом в ЗАРы добавляют. Это очень приятно. Но многое зависит сегодня в сельском хозяйстве. То, что база была сделана тогда, сегодня легче. Но вместе с тем в сельском хозяйстве нелегкий труд. И труженики, и села. Смотрите этот год, например. И моего района, это избирательный округ 41, Каринковский, Октябрьский район. Приятно было людей наблюдать и беседовать весной, после проведения посевной. Такое удовлетворение их было. Вовремя посеяли, качественно посеяли. Но вместе с тем погодные условия внесли свои коррективы. И сегодня мы недовольны теми результатами, которые мы получили. Да, больше урожай прошлого года. Да, больше вал зерна прошлого года. Но вместе с тем это не то, что мы хотели. Закон об органической продукции, к которому и вы, справедливости ради, приложили руку, вступает в силу в ноябре 2019-го. Что этот документ может дать простым людям на местах? Вы знаете, во всем мире органической продукции в странах, в некоторых выращивают, 5% производят, 10-15% органической продукции. Что это такое? Это даст возможность создания и дополнительных рабочих мест. Второе. Главное, это экологически чистая продукция. Производство ее производится без применения средств защиты растений. Биологические средства. Или натуральные, как говорится, бабушкины методы борьбы с фитофторозом помидоров, да и других культур. Да, продукция эта немножко дороже стоит, но вместе с тем она востребована. И сегодня только продай и в мире, и в Российской Федерации, и в нас, Белоруссии. Вы знаете, специально вот магазин уже, логический центр строится под Минском для поставки туда этой продукции, этой бренд. То есть для Расторопного этот закон возможность, в том числе и для развития, и для повышения дохода? Конечно. Это дополнительный заработок. Этим производством органической продукции сегодня уже занимаются крупные сельхозпредприятия, в том числе и фермеры. И это же не просто так произвел. Три года на этой земле не должны применяться перед этим средства защиты. И это даст свой стимул, столчок развития, получения дополнительных доходов крестьянам. Николай Андреевич, подключайтесь к разговору. Вы прошли трудовой путь от участкового терапевта до начальника управления здравоохранения обл. исполкома и депутата парламента. Как ступенька за ступенькой вашей карьерной лестницы менялось личное отношение к профессии врача? Философский вопрос. Я вам хочу сказать, что несмотря на такой сложный карьерный рост, он достаточно был сложный, не усеян звездами, я у себя сохранил и благодарен судьбе, что те качества, которые присущи врачу, мне удалось сохранить. Но в целом я считаю, что, наверное, благороднее, ответственнее и необходимость профессии, нежели врач, на сегодняшний день не существует. Ну и в социальной сфере образование и здравоохранение – это два направления, которые действительно рождают человека и сопровождают его до конца его последних дней. Поэтому мое отношение очень положительное к профессии врача, и, как я уже сказал, что действительно благодарен судьбе, что мне удалось, несмотря на этот карьерный рост, сохранить себе врача. Говоря о кадровой безопасности отрасли, наверное, стоит выделить две основных проблемы – недостаток специалистов на селе и отток опытных за границу. Согласны? Я немножко с вами не соглашусь. Действительно, мы в Гомельской области переживали такие годы, что процент укомплектованности кадрами составлял только 70%. 50-70%. На сегодняшний день, особенно на селе, эта укомплектованность составляет 93%. И вот даже по своему избирательному округу практически все амбулатории, врача общей практики, ФАПы, центральная районная больница, они укомплектованы медицинскими кадрами. Это положительный момент отсутствия кадров. Например, я всегда боролся и с Министерством здравоохранения, да и сейчас в парламенте иногда высказывают такие позиции, чтобы в медицинские университеты прием шел 50% мальчику, 50% девочек, поскольку это и закрепляло кадры, и оставляло их на рабочих местах. Но, к сожалению, 90% в медицинских университетах обучаются девочек, они, к счастью, выходят замуж, они, к счастью, улучшают демографическую ситуацию, и в соответствии в том или ином населенном пункте появляется отсутствие кадров, нет укомплектованности. Что касается оттока кадров за границей, я тоже не соглашусь. Это немножко и надуманная тема, и она не настолько критична. Вы сами из небольшого Карменского района. В парламенте уже говорили, представляете интересы Будокошелевского избирательного округа, это сразу несколько районов Гомельской области. Что бы отнесли к хроническим болезням отрасли в регионах, небольших населенных пунктах? А что к сезонным? Я бы даже с вами немножко не согласился, что в моих районах есть хронические болезни и есть сезонные болезни. Например, Чечерский район у меня на сегодня достаточно хорошо укомплектован медицинскими кадрами. Сегодня в Чечерском районе при центральной районной больнице действует специализированное, так называемое гематологическое и гемодиализное отделение, которое оказывает медицинскую помощь межрайонного уровня. Та же Будокошелевщина, она центральная районная больница, достаточно соответствует всем современным требованиям. Но, наверное, вот все-таки я с критикой приму вашу критику в части здравоохранения Гомельского района. Это я уже неоднократно, и будучи начальником управления, да и сейчас работая в этом избирательном округе, он действительно есть проблемные вопросы. Над этими проблемными вопросами мы с проседателем Располкома, с Еленой Ивановной Олексиной, работаем достаточно плотно. И я уверен, то отношение, которое есть на сегодняшний день, и было, и есть отношение к отрасли, оно даст возможность поднять уровень здравоохранения и в Гомельском районе, и убрать и сезонные, и хронические болезни, которые вы озвучили. О работе народных избранников продолжим с заместителем председателя Гомельской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Натальей Мамруковой. Уже традиционным для вашей организации стал проект «Общественная приемная». Какие задачи первостепенно он призван решить? Одним из приоритетных направлений нашего общественного объединения является быть модератором между государством и населением. Поэтому наше общественное приемное можно назвать своеобразной площадкой общественного диалога и социального партнерства. Потому что люди приходят в наше общественное приемное на приемы. Это не только с какими-то проблемами, но и приходят с замечаниями и предложениями. Поэтому происходит обработка, анализ этих замечаний, предложений, выработка конкретных предложений совместно с органами власти, депутатским корпусом. Потому что приемы у нас ведут должностные лица и руководители органов власти и депутаты всех уровней. В период избирательных кампаний у нас работает наше общественное приемное в усиленном режиме. То есть больше приема проводится. Поэтому больше есть возможности выслушать наших людей, услышать что-то конструктивное в адрес как депутатского корпуса, так и органов власти. Вот интересно, какие из этих депутатских встреч вам лично запомнились больше всего? Знаю, участвуете, присутствуете при каждой. Каждый прием, он уникален, понимаете? Потому что и по-разному приходят. Есть люди, обращаются с жилищными вопросами. И здесь приходится его решать, понятно, что не депутату, а здесь нужно решать через органы власти, через те конкретные отделы и комитеты, которые занимаются этими направлениями. Но, тем не менее, хочу сказать, действительно, наши депутаты в этом смысле являются профессионалами и помогают людям разобраться в конкретных тех проблемах, с которыми они приходят. Но и в то же время радует то, что люди приходят на прием, опять-таки, не с проблемами, а с инициативами, с какими-то предложениями. И самое интересное, что они готовы участвовать в этих инициативах. Ирина Николаевна, подключайтесь к разговору. Вы родились в Мозыре. Там же прошли трудовой путь от учителя школы до проректора вуза. От того, как, мне кажется, чувствуете отрасль изнутри, какие болевые точки сегодня беспокоят отрасль в небольших населенных пунктах? Школа – это не только учреждение образования. Школа или школа-сад – это культурно-образовательный центр, от наличия которого в данном населенном пункте зависит многое. И поэтому одной из основных проблем, конечно, я вижу то, что уменьшается численность населения в небольших населенных пунктах. И в связи с этим количество школьников. Закрываются классы, привозится организовывать подвоз в другие населенные пункты сельских деток. Это проблемы. Это проблемы и для детей, и для родителей, и для администрации. И поэтому хотелось бы, чтобы на селе закреплялись молодые семьи. И одной из проблем того, что молодые семьи уезжают из сельской местности, является то, что льготное кредитование на строительство жилья и строительство жилья в основном происходит в городе. И молодые семьи уезжают за тем, чтобы получить там жилье. Но эта проблема была обозначена. Обозначена на встрече, на ежегодном послании президента Республики Беларусь парламенту белорусскому народу именно в текущем году. И сегодня уже идет эксперимент в Могилевской области, где действительно льготно кредитуются молодые семьи и строят жилье уже в сельской местности. И индивидуальное жилье в том числе. И я думаю, что этот эксперимент скоро продолжится и расширится на все области нашей страны. И молодые семьи начнут закрепляться в сельской местности. И проблема именно с комплектацией школ и с закрытием школ исчезнет. Ну и, наверное, та проблема, которую, как называют, с бородой, это вопрос, это материально-техническая база. Не потому, что сегодня школы не обеспечиваются, потому что морально устаревает компьютерная техника. Потому что быстро изнашивается спортивное оборудование. Потому что, как я уже говорила, школа – это культурный центр. И, конечно, хотелось бы именно на селе. И хотелось бы там, чтобы было наличие музыкальных инструментов. И возможности детям заниматься художественным творчеством. То есть в этом плане, конечно, тоже необходимо поддерживать сельскую школу. Но, в принципе, если в общем сказать, то сегодня сельская школа совершенно другая. И уже очень большие проблемы, и многие проблемы, которые были, и они ушли. И тем не менее, мы с вами видим, что уровень знаний ребят из сельских школ зачастую, опираясь, к примеру, на данные централизованного тестирования, зачастую выше, чем у ребят из городских. Как объяснить этот парадокс? Вы знаете, я с вами не согласна, что это парадокс. Это, наверное, закономерность. Потому что ребенок мотивированный, который хочет учиться, он будет учиться везде. И в школе, и на селе. Но на селе получается своего рода репетиторство. Ведь классы малокомплектные. Если в городской школе ребенок учится в классе, где 30 человек, кто на селе, это 5, 7, 10. И, конечно, подготовка достаточно серьезная, если ты хочешь научиться. И поэтому я думаю, что скоро умные родители, молодые семьи, которые будут понимать, что они могут на селе построить жилье, будут возвращаться в том числе и в сельские школы для того, чтобы бесплатно дети занимались в школах и получали серьезное, хорошее знание. Это будет еще один шаг в деле построения деревни будущего. Деревни будущего, конечно. И еще о работе в округе, а это Житковический, Петриковский и часть Лельческого района. Какими были эти несколько лет вашего депутатского срока на этой территории? Ну, это были годы активной работы с очень хорошими, замечательными людьми. Вы знаете, мой округ относится к так называемому Припятскому полесью. И мы с вами неоднократно слышали, что даже у президента нашей страны отношение именно к населению, к Припятскому полесью, к полешукам особое. Он всегда говорит, что там живут надежные, трудолюбивые, ответственные и очень хорошие люди. Это действительно так. И на сегодняшний день я хочу сказать, что очень комфортно мне было работать в этом округе в связи с тем, что местные органы власти всячески пытаются решать вопросы обеспечения комфортной жизнедеятельности населения. Люди неравнодушны. Если они приходят на прием, то они приходят не только по личным вопросам, но и с предложением развития своего населенного пункта, развития даже страны в целом. Следует сказать, что вместе мы решили много вопросов, тех, которые именно стоят в полесьском регионе. Ведь мы знаем, что для Припятского полесья очень важной задачей и проблемой является чистая вода. И сегодня там строятся и построена уже станция безжелезивания. Сегодня преобразился полностью город Житкович. Он был реконструирован, красавец. То есть там подведены теплотрассы к жимым домам, отремонтированы дороги. А сельские школы ремонтируются. Совершенно правильный эффект. Я не так давно был в Петрикове, его не узнать. Леонид Сергеевич, каким оказался ваш депутатский опыт? Как понимаю, вы человек военный, за порядок и дисциплину во всем. Мой военный опыт, а это часть моей жизни, конечно же, имеет такой продолжительный период. Армия без дисциплины и порядка – это не армия. Ну и, соответственно, я, наверное, вот эти требования, внутренние самодисциплины и так далее, я впитал в свои дальнейшие работы, поскольку уже сейчас, если говорить мое время службы в армии и работы сегодня в государственных органах, оно примерно уравнялось. Так вот, я хочу сказать, что сегодня без дисциплины невозможен порядок. Без дисциплины и порядка невозможно получить нормальный результат. Сегодня любое производство, любое промышленное, любое вообще производство, будь то сельскохозяйственное, будь то промышленное производство, оно требует дисциплины и порядка, тогда будет результат. Ну и, безусловно, должна быть выполняться та программа, государственная программа, которая сегодня существует. Мало того, без людей высокоорганизованных и дисциплинированных движение вперед, я думаю, невозможно. Как чувствуете, в решении каких вопросов сегодня чаще всего люди обращаются к депутатам? Один из основных видов действий – это законотворческая деятельность. Ну, конечно же, и немаловажная работа в округах, работа с людьми, с избирателями. Люди приходят на приемы по личным вопросам. Ну, скажу так, если цифрой, то буквально за эти три года у меня на личных приемах побывало порядка 450 человек с различными вопросами. Сегодня сказать о том, что вот именно по такому-то вопросу наиболее... Ну, да, мы в процентном отношении можем сказать, что, допустим, где-то там одну часть составляют вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Но, как правило, это больная тема для многих избирателей, для многих жителей регионов. Вопрос, немаловажен вопрос чистой воды, газификации, далее благоустройство, дороги. Это вот те вопросы, которые ставят люди своих, значит... Конечно же, в первую очередь это забота органов местной власти. Но я хочу сказать, что мы же не говорим и не отправляем людей, которые пришел со своей бедой или с просьбой к депутату, сказать ему, ну вот, а был ли ты у председателя, там, райисполкома, а был ли ты там у кого-то, там, и так далее. Депутат не может себе этого позволить. Почему? Потому что мы в первую очередь... Человек пришел с этой болью ко мне. Я не могу его куда-то перенаправить. Я должен посодействовать в решении этой проблемы. И я хочу сказать, что вот мой избирательный округ, это Лельчицкий, часть Лельчицкого района, это Лельчицы, это Ельск, Ельский район, это Мозырский район и часть города Мозыря. Власти, местные власти, по крайней мере, к нам прислушиваются. Есть конкретные результаты сегодня, о них вот сейчас вот перечислить. Наверное, не хватит нам студийного времени, но скажу, что результаты есть. И самое главное, есть реакция, люди это чувствуют. Работа в составе комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту. Какие предложения вместе с коллегами внесли в шлифовку избирательной системы страны? Да, наша комиссия, она сегодня, в ее видении находятся очень серьезные законы, наши регламентирующие. В первую очередь, я хочу сказать, Конституция, избирательный кодекс, закон о местном управлении и самоуправлении, ряд других законов. То есть, то, что определяет, в принципе, жизнь страны и государства. Вопрос о выборах, конечно же, он сегодня звучит и не звучит не случайно. У нас, мы находимся накануне выборов. Так вот, сам избирательный кодекс, он принят в 2000 году и сегодня об этом уже звучало. Он на протяжении ряда лет пополнялся, дополнялся, вносились дополнения, изменения последние в 2015 году. Но, значит, сегодня, в принципе, сформировалось то законодательство, которое позволяет проводить выборы на достаточно серьезном, хорошем уровне. И не случайно сказал Вени Буниславич, что многим, возможно, в этом плане нас поучиться у нас. Нас пытаются учить. Учить. Это тоже, значит, мы можем так сказать. Ну, буквально на днях у нас состоялась встреча, значит, с представителями ОБСЕ. То есть, наша комиссия встречалась с представителями ОБСЕ. Перед этим они встречались, значит, с центральной избирательной комиссией. После нас они встречались, значит, с министерством юстиции и так далее, и так далее. То есть, они анализируют сейчас ситуацию накануне выборов. Состоялся откровенный достаточно разговор. Возможно, нас где-то пытаются, ну, немножко поторопить в чем-то. Нам необходимо, нет такой необходимости торопиться. Мы работаем, мы работаем, появляются новые технологии. Мы прислушиваемся к тем рекомендациям, которые нам, и тем более, многие из них уже реализованы. Но бежать впереди паровоза, и сегодня, как отдельно говорят, а давайте вот, надо быстренько электронное голосование сделать так, чтобы вот... А готовы были к этому сегодня? Вопрос. Наверное, еще не совсем. И те технологии информационные, которые сейчас используются, и будут использоваться уже в этих выборах, они покажут, вот, насколько мы в той или иной части готовы сегодня. Потому что у нас ведь определенная часть наших избирателей, это люди, которые, в принципе, еще, ну, скажем, к этим технологиям не готовы сегодня. Мы привыкли еще, что к нам придут, если я не в состоянии по здоровью. Мы привыкли, наверное, к тому, что человек придет с паспортом туда, куда он придет по голосованию. Мы не должны оттолкнуть эту часть. То есть, мы не должны спешить. Забота о каждом. Абсолютно точно. Итак, в финале программы блок мнений из зала. Каким, на ваш взгляд, должен быть народный избранник? Меня зовут Жанна Шамбанович. Я житель микрорайона Шелезнодорожный города Гомеля. Хотела бы, конечно, я бы обратиться к нашим депутатам. Естественно, вы действующие и, наверное, будете дальше баллотироваться. Я вижу, что вы люди состоявшиеся. У вас есть, наверное, карьер уже сзади, за плечами. Это хорошо. Это очень положительно, потому что я считаю, что любой будущий депутат, особенно Национальной палаты, Нижней Национальной палаты Республики Беларусь, это должен быть человек, действительно, который уже сделал карьеру. Я полностью мнение разделяю Ирине Николаевне, я вас слушала внимательно, поэтому полностью разделяю ее мнение, что человек действительно должен получить образование, создать семью. Потом он должен отработать на производстве каком-то, неважно в какой сфере, и получить карьерный рост. Когда его там люди оценили, он себя показал, а потом же только можно идти в депутатское кресло. Естественно, надо разделять мнение избирателей, с ними общаться, близко общаться с теми, кто его избрал в каком-то округе проходит, и постоянно решать эти проблемы, стараться их решать. Если он не может это, депутат, решить, значит, надо обращаться дальше к другим. И там, когда они принимают законы и проекты, естественно, надо тоже, ну, инициативу проявлять. Не просто там сидеть, как говорят, а проявлять инициативу. Итак, Беларусь в ожидании выборов депутатов парламента, ну, а мы с вами подводим итоги разговора. Каким же должен быть настоящее народное избранник? Леонид Федорович. Честный, порядочный, инициативный, обязательный. Да, Леонид Федорович. Профессионал, в первую очередь, обязательный перед людьми. То, что обещал, должен исполнить и помочь в трудную минуту, и не только в трудную минуту, каждому человеку, которому нужна помощь. И нет, вместе с органами исполнительной власти того района, где проживаешь. Итак, это были наши выводы. Сделайте своим, на этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю, здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Благодарю за участие. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин